Добрый вечер, дорогие друзья! Для начала хочу вас поздравить с большим праздником – Днем Победы в Великой Отечественной Войне. 75 лет назад солдаты Советского Союза выдрузили победное знамя над Рейхстагом. От всего сердца благодарим героев войны, фронтовиков, тружеников тыла, наших дорогих ветеранов за возможность жить под мирным небом над головой. В сегодняшнем выпуске «Арт-центр-шоу» мы с вами услышим истории о родных и близких, которые внесли огромный вклад в нашу победу. Вспомним о местах, где проходили страшные бои. Приглашаю вас всей семьей посмотреть сегодняшний выпуск. И я тем временем передаю слово нашим выступающим. Приятного просмотра! Мне бы хотелось поздравить всех с нашим действительно самым главным праздником – Днем Победы. В настоящий момент я нахожусь у себя дома. Это город Петушки Владимирской области. И наш город на самом деле тоже тесно связан с историей Великой Отечественной. Одна такая важная страница героизма петушинцев в годы Великой Отечественной войны – это подвиг петушинских ополченцев. Это более тысячи человек, которые в составе московского ополчения в один из самых трудных периодов войны, когда враг уже подступал к Москве, наши ополченцы грудью встали на защиту столицы и помогли отстоять ее и нанести поражение немецко-фашистским войскам. Каждый год на нашей Советской площади в городе Петушки собирается митинг, куда приходят ветераны, где их чествуют, благодарят за их подвиги, выражают им свою благодарность. И, к сожалению, в этом году митинг не состоится по известным всем причинам, но это не повод забывать о тех, кто боролся за наши жизни, за наше счастье, за мирное небо, которое мы можем сейчас наблюдать из окон. И во имя всех тех, кто погиб и кто остался жив, мне бы хотелось представить вам отрывок из повести Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Лиза летела через лес, как на крыльях. «После споем с тобой, Лизавета», — сказал Старшина. «Вот выполним боевой приказ и споем». Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего, незнакомого чувства, что нет-нет, да и шевелилась в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было буреломы, и Лиза быстро выбрала подходящую жерть. Перед тем, как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а затем деловито сняла с себя юбку, привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и шагнула в болото. На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волокло за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед, шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз двух сосенок на островке. Но ни грязь, ни холод, ни живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество. Мертвая загробная тишина, повисшая над бурым болотом, Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, но с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться и сделать лишнее движение, или даже громко вздохнуть. Она плохо помнила, как выбралась на островок, вползла на коленях, ткнула снечком в прелую траву и заплакала, всхлипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха. Вскочила, слезы еще текли, шмыгой носом прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь. Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже стала думать, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бычешки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался. Дорогу она хорошо запомнила со всеми поворотами и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих. Идти труднее стало. Топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег. И Лиза опять стала думать о воскове и даже заулыбалась. Споют они. Обязательно даже споют. Огромный бурый пузырь вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону. А ноги сразу же потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь. Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащила вниз, руки бестолку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом. Шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать. Помогите! На помощь! Помогите! Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом, взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу. Лиза долго видела это синее, прекрасное небо, хрипя выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила. Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет, теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня, и до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее. Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами вспоминаем памятную великую дату, которая отзывается в сердцах миллионах людей, и которая важна не только для нашей большой страны, для всего мира, но и для каждого человека лично, в отдельности. Потому что каждый из нас в эти памятные даты вспоминает историю своей семьи. Мне очень повезло, в эти даты мы вспоминаем четырех моих родственников, но сегодня мне особенно хочется рассказать о той моей прабабушке, с которой я имела возможность общаться, и рассказы, которые я слышала сама. Мы все с вами знаем, что поколение ветеранов бесследно уходит, безвозвратно уходит, и нам с вами нужно ловить эти моменты, секунды, когда мы сможем с ними пообщаться. Я безумно благодарна, что со мной это случилось. А моя прабабушка, а если быть точнее, троюродная прабабушка, Ситникова Нина Федоровна, воевала под Саратовом. У нее даже есть орден защитнику саратовского неба. На фронт она ушла, будучи еще совсем юной, закончив всего 9 классов. Ее призвали, как и призвали ее одну боевую подругу. Еще две девушки из их отряда ушли на фронт добровольцами. Четыре хрупкие, беззащитные девушки, примерно одного возраста. Но, как известно, на войне не было места для робких и слабых. Приходилось воевать и отстаивать свое право на жизнь. Нина Федоровна не любила вспоминать про войну. Она больше любила праздник победы и говорить о победе, о том, как они приняли этот день. Однако, в одной из историй она рассказала о том, как, будучи на разведке, а моя троюродная прабабушка была ефрейтором-наблюдателем и в ее обязанности входила следить за вражескими самолетами и докладывать об их количестве и направлении движения командиру отряда. Вот во время одного из таких заданий она с боевой подругой получили по рации приказ, что рядом находятся немцы и если их заметят, то их задача принять весь огонь на себя, чтобы никто не нашел, где же находится их часть. Как говорила моя бабушка, произошло чудо. Немцы их не заметили, не узнали, где находится часть и девушки остались живых. С двумя другими боевыми подругами произошло большое несчастье. Во время их задания немцы заметили девушек и зверски истязали. Эта история навсегда отпечатывалась в памяти моей прабабушки и отзывалась с большой волей в сердце. Однако Сидникова Нина Федоровна безумно любила праздник Дня Победы. Она всегда с трепетом ждала гостей, из школьников, которые ежегодно приходили и поздравляли ее. Сначала, когда она жила в Балашове под Саратово, а затем уже, когда она жила в Московской области, в городе Клин, переехав поближе к нам. Школьники приходили, она всегда их ласково встречала, непременно надевала самое лучшее в платье, самый красивый пиджак и все ордена, которые у нее были памятные за юбилейные даты и те, которые успели сохраниться со времен войны. Этот праздник был для нее чем-то особенным в этот день, со слезами на глазах. Она говорила о том, какое великое счастье есть у нас, мирное небо над головой. Сегодня хочется особенно всем пожелать сохранить это мирное небо. И даже в такой трудной ситуации, в которой находимся мы сейчас, помнить, что мы не одни, наши предки боролись за нас, отдавая свои жизни. Вашему вниманию предлагаю танец от танцевальной студии Института филологии, который называется «Месяц май» и был приурочен к празднику победы в прошлом году. Здесь быть не может Робких и слабых Осиленные наперечет Борется, бьется В дорожных ухабах Маленький грузовичок Словно по кругу Привычная гонка Так бесконечна война Сидит за баранкой Машина девчонка Только не знает она Что будет месяц май И будет путь домой И на крылечке мать Вот-возь плеснет рукой И защемит в груди И в горле встанет ком Радость в глазах следит Здравствуй, здравствуй, дом Знаки дорожные Улицы пружины И в тень кишинек Бухарест А над калиною Кружится, кружится Черный дюралевый крест Под этим крестом Как под тем кругом Она теряет друзей И подруг Ходила и ездила Не звони на грани А чтоб разорвать этот круг И чтоб был месяц май И чтоб путь домой И на крылечке мать Вот-возь плеснет рукой И защемит в груди И в горле встанет ком Радость в глазах следит Здравствуй, здравствуй, дом Победный салют И светлёный Под детский возложен взор И в этой победе Смогла ты пробиться Девчонка Военный шофер И будет месяц май И будет путь домой И на крылечке мать Вот-возь плеснет рукой И защитить в груди И в горле встанет ком Радость в глазах следит Здравствуй, здравствуй, дом И в горле встанет ком И не будет путь домой И будет путь домой И будет путь домой И на крылечке мать Вот-возь плесно рукой И защитит в груди И в горле встанет ком Здравствуйте, меня зовут Миллер София, я студентка первого курса «Изго. Направление практической философии». Я принимаю эстафету от арт-центра ПГУ и с радостью поведаю вам о своих родственниках, воевавших в войну. Один из них – это мой прадед Жарников Алексей Иванович. Он прошел всю войну, был признан в 1942 году в Японию, воевал в Маньчжурии. Вернулся он в своем целом и невредимом, а у него осталось четыре дочери, которые сейчас мои любящие бабушки. И мне бы очень хотелось остановиться все-таки на другом персонаже, о котором мало кто рассказывал. Это моя прабабушка, которую мы всегда всей семьей звали только одним образом – «Кроссмотр». Дело в том, что полное имя ее звучит «Миллер Мария Федоровна. Город Закаминск». В то время там строилась шахта по добыче вольфрамовой руды. Она использовалась для того, чтобы отливать танки. И больше 20% танков во время войны было отлито из этой вольфрамовой руды. А бабушка пережила войну. Бабушка – ветеран труда, герой тыла. Поэтому я с радостью рассказываю вам о ней и поделюсь с вами своим творчеством. «Беда грозила из четырех сторон. Мужья на фронте, голодают дети. И поднимался женский батальон, чтоб выстояла жизнь на белом свете. В цехах холодных, в поле засохой. Тяжелая, не женская работа. Снарядов хлеба на передовой ждут воины. И тыл, как щит для фронта. И фронт, как щит для тыла. Устоять то помогло, что память сберегала. Как провожая, старенькая мать крестила сына. Как жена рыдала. Сплоченные единой судьбой все возносили на алтарь победе. И шел в тылу такой же смертный бой. Чтоб выстояла жизнь на белом свете. Шли похоронки. Обрывалась связь со всем, что было до глухих столетий. С потерями, смертями, не смирясь, Россия шла из бед войны без смерти. Терпение и вера. Два крыла, которые Россия обрела перед потомством, Будущим в ответе. Чтоб выстояла жизнь на белом свете. И выстоял бессмертный батальон. И у детей повырастали дети. Мне кажется, что мы их предаем, Пасуя перед новым лихолетием, Грозящим уничтожить не огнем, А тайной властью алчности порока. Все то, что отстоял тот батальон, В сражении невиданно жесток. Добрый день! Меня зовут Данилина Дарья. Я студентка факультета дошкольной педагогики и психологии Направления дошкольная педагогика и музыка. Всех я поздравляю с праздником, С Днем Победы, С праздником 9 мая. Для каждой семьи этот праздник оставил свой след в истории. Для моей семьи этот праздник тоже крайне важен. В сражениях участвовал мой прадед, Он был танкистом. Моя прабабушка также родилась во время войны, Но она еще была очень маленькая И помогала в тылу женщинам. К сожалению, прадеду уже не стало. Но прабабушка еще жива. И мне удалось, посчастливилось узнать их, Узнать получше их историю, Благодаря их рассказам. И действительно, то время было очень непростым. И я очень счастлива, что они выжили, И наша семья может гордиться ими. И очень надеюсь, что в каждой семье Осталось как можно больше памяти о том времени, Простом времени, которое нужно было нам пережить. Ведь Родина — это то, что есть у каждого из нас в душе. Это то, где мы родились, И то, что дает силы нам идти дальше, наши корни. Историю Родины надо знать. А Родину? Родину нужно ценить, хранить, оберегать. Пускай никогда не будет воин. Спасибо нашим дедам, прадедам, Всем тем, кто приложил свои усилия К победе, К тому, чтобы все жили в мире. Нет Незаброшенный старый большак Не обреченного дома огни Родина — это твоя душа Сказка твоя про счастливые дни Темных веков непонятная связь Волчьи февральские песни в трубе И беспросветная сырость и грязь Разве в тебе это, разве в тебе Будут беспомощность, зависть и злость Однообразные пейзажи и сны Если родиться и жить довелось Краткий просвет от войны до войны Там догнивающий черный барак Ужас хранит и до этих пор Там патриот — это пьяный дурак С мордой раскрашенной в триколор Родина — это память Июльская гладь Где бесконечно кружить и кружить Где атеисты, отец и мать По-христиански умели жить Достойно есть якова истину Вложить тетя Богородицу При сновлаженную И премепорочную Родина — это побег тайком Ночью под звездами Глаза в глаза Родина — это И в корлику Кажется, нечего больше сказать Берегите свою Родину Берегите своих героев Всех поздравляю с праздником Днем Великой Победы И пускай мир будет на земле Мир будет в наших сердцах Вот и завершился праздничный выпуск Арт-центр-шоу С большой радостью поздравляю вас Днем Победы Друзья, давайте будем достойным Продолжения всех героических людей Ни в коем случае не дадим Осквернить память войны И переписать историю Еще раз с большой радостью Поздравляю вас с Днем Победы Ваша Ксения Балышков И команда Арт-центра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok